Всем привет! С вами снова Джек Бертон. Кто еще меня помнит? И кто еще подписан на наш канал? Это снова канал Play Дальнобой. И я хочу вам представить новый формат видео. Небольшой, правда пока мы просто тренируемся, взяли там на пробу одну камеру, сейчас еще одна спор придет. Чисто развлекательный контент, никакого головняка, никаких заумных фраз, все как вы любите господа, будьте с нами. Я полетел, короче люди спрашивают что вы делаете, чем вы занимаетесь, я сейчас хочу немного показать. Просто взял камеру, самую-самую дешманскую, самую конченую. И вот один день, может быть один из последних дней, чем мы занимаемся, это вот страдаем ерундой всякой. Убираемся там, что-то делаем, что-то шьем. Вот сегодня посылки отправили, можно что-то пострадать. Делайте перестановку, ребят. Если вам наскучило все это, просто берите и что-то переставляйте. И у вас сразу все замерцает новыми красками. Но если вам нечего переставлять, вы можете просто дунуть, все станет также шикарно. Здесь очень неудобно после последней перестановки. Решили все переделать. Вот этот вот стул был специально разработан, как это в качестве скидочной системы. Люди, которые просили скидки, мы выносим стул и говорю, присядь. Ну, в принципе, что дальше рассказывать? Вы сами видите, что дальше десятипроцентных скидок делал обычно не доходило. Вот, в принципе, и все. Мне ребенок всякую хуйню смотрит там. Вот именно это он и смотрит, кстати. Когда начинает ругаться матом, к примеру, некоторые люди скажут, вот это ты его научил. А нихуя. Нет, учить ребенка ругаться нужно. Надо, чтобы он все знал, все понимал, обозначение слов. Вот просто там, по сути, появится какой-нибудь дятел, скажет, пошел ты на хуй. А он не знает, что означает это выражение, понимаешь, и зависнет. Я сейчас вам покажу свою последнюю разработку. Бетонный мангал. Тот, кто подписан на меня в инстаграме знает, что это такое. Мангал из бетона. Это, короче, простой железный мангал. Просто, да, положили в коробку. Вот, среди коробки видны. Она, правда, вся сгорела, но все как положено. О, какое чудо! Там у нас уголь просыпался. Теперь пришлось вот так вот делать. Двадцать первый век. Век инноваций. Смотри, как красиво кирпичи отпечатываются. Такой шикарный тубарет был. Короче, я предлагаю в стол туда въебать. Только не так, а вот так. Сюда рядом холодос. Розетка, потому что было рядом. И мы снова разложим здесь нормально, чтобы не сидеть, жопами не биться. Потому что есть микроволновка и нет розетки. Это не очень мудро. И розетка вон разъебанная. Обычно тот, кто фернул, больше всех об этом говорит. Нет, это не пиздёж. Потому что я только что пернул и об этом сказал. Такой вот умывальник изобрели мы. Учитесь, господа! Нашли слив вон там. Проба мешает. Да, выруни его. Давай-ка его обратно так поставим. Открыть секрет. Э, там лежит бумага. Ладося там уже, блядь, мышь повесилась. Ладося тоже надо всё выкинуть. Вот это вот варёный же кофе, да? Турецкая ебать! Я забыл про него уже. Это же этот, Абдулла и Фенди. Я ху нихуя. Короче, предлагаю кофе сварить. Так как пришла весна. Саня, смотри, блядь, весна, птички. Надо маленькое дело обмыть. Весник, смотри, весь снег растаял. Срач один вылет. Чё, это всё, что ли? Скоро, ромно. Почему ты до сих пор не сбежал отсюда? Это самый ходовой вопрос будет заданный тебе. Чё, ты здесь поел, что ли? Глядь, крупный плавный. Кто тебе скажет, вот ёбнутый, бумагу в морозилке держит. Ты поработай пять лет такой херни и узнаешь, зачем морозилке бумага лежит. Да, потому что любим холодненькое. Кстати, вот кофе в холодильнике тоже по той же самой причине. Люблю холодный кофе. Бумага сральная. Тюрьма центральная. Что-то там ёбнулось, а? А, там бумага ёбнулась. Полы пенили тут, блядь, как путные. Сейчас ещё тут придётся пенить. Это, кстати, кухня. На сегодняшний день самое грязное помещение в ателье. Покажу пока, что тут есть. Секреты людям покажу. Гвозди, лаваны, Евгения и Константины, вам привет. Говорят, когда работаешь на этом прессу, нужно одевать парик. Не знаю правду, не знаю нет, а мы всегда одеваем. Решил всё разломать? Приём как квадроковка. Как дом было, а? Как вертухай, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...